Откройте ваши Библии. Первая Фессалоникийцам. Первая Фессалоникийцам, 4 глава. Прочитаем, 4 глава, стих 3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Придем Господу в молитве. Отче, спасибо Тебе за Твое Слово, за Его великие ободрения и великие предупреждения. И я молю Тебя, дорогой Бог, чтобы Ты пребывал среди нас, чтобы Ты сделал нас трепетными, серьезными к этому тексту, чтобы Ты послал средь нас страх ко греху. и любовь к Тебе. Жажду по истинному благочестию быть как Христос. И Господи, возьми этот текст, который должен быть прочитан сегодня, и просвети сердца и разум Твоего народа, чтобы они могли увидеть красоту чистоты и уродливую природу греха. И чтобы мы могли ходить так, Господи, как Павел сказал здесь, чтобы угождать Тебе. Боже, помоги нам, Духом Твоим. Твоей силой веди и просвещай наш разум, чтобы нам разуметь. Действуй среди нас, Господи. Во имя Иисуса. Аминь. На прошлых проповедях мы разбирали четвертую главу от первого до восьмого стиха, и мы немногого достигли. Мы обсуждали некоторые моменты из первого стиха об ободрении Павла и побуждении нас жить так, чтобы угождать Богу. Это наша главная задача, и это есть цель освящения. Также о том, чтобы вы и я угождали Богу во всем, в том, что мы думаем, в том, что говорим, и во всем, что мы делаем, чтобы все было приведено в подчинение Его воле. Мы также разбирали, что нам надо продвигаться, и мы не идем к конкретной точке христианства, почитая себя достигшими, но всегда движемся вперед и вперед, достигая большего, желая быть лучше, стараясь все более уподобляться Христу. И мы объясняли, что нам никогда не надо создавать в сердце мысли о том, что мы все измерили, потому что мы стремимся не к концу Божьей любви, мы стремимся в ее центр, в центр Божьей любви, который мы уже удостоились благодаря совершенной работе Иисуса Христа. Теперь, стих 3, «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Мы также говорили, что освящение само по себе не означает завершенности Божьей воли. Есть еще много моментов и аспектов Божьей воли, но освящение крайне важно. И, коротко говоря, недостаток освящения закрывает дверь в вашей жизни для остальной Божьей воли, в то же время как серьезное отношение к освящению открывает двери к огромному множеству возможностей и благословений, которые даны нам во Христе. И мы видим в стихе 3, «Чтобы вы воздерживались от блуда». Я собирался пойти от 3 стиха к 8, развивая мысль этого текста в его развитии, но я думаю, что лучше мы остановимся здесь на время и поговорим о том, о чем никто из нас говорить не хочет. И это идея сексуальной аморальности и нужде в чистоте отношений, большей чистоты в нашей жизни. Я должен сказать о ряде моментов здесь. Первое. В этом тексте с 1 по 12 стих мы видим следующее. Мы видим, что освящение ставится перед нами как нечто абсолютно необходимое в нашей жизни. И далее мы видим два выражения освящения. Одно. Это воздержание от блуда, сексуальной аморальности. Или, говоря в положительном смысле, о чистоте. Сексуальной чистоте. И второе. Это любовь. Эти две вещи это великие проявления того, что вы действительно растете во Христе. А отсутствие этих проявлений знамения того, что вы только обращенный, в лучшем случае. Что вы не встали на то место, на которое должны встать, если в вас дефицит любви или сексуальная нечистота в вашей жизни. Некоторые, возможно, скажут, что почему именно эти две вещи, моральная чистота и любовь, это не только потому, что эти две вещи выражают очень многое, но потому, что эти две вещи всегда идут вместе. Любовь. Настоящая любовь к Богу. Настоящая любовь к ближним будет вести вас к чистоте половых отношений. И нечистота и блуд это одно из главных проявлений отсутствия любви. Самолюбие, самоидолопоклонство и отсутствие любви к Богу и нелюбви к тем, кто вокруг нас. Я знаю, что это тяжелые слова, но это правда, и я не могу отступить от этого. Теперь, что я хочу сделать в этой проповеди, кроме того, чтобы говорить об этом тексте? Я хочу взять несколько отрывков из разных мест Библии, потому что мое желание, то, о чем я молился, это святой страх, который должен быть в вашей жизни. И чтобы вы увидели, насколько отвратителен этот грех. Но прежде, чем я начну, позвольте сказать, я не собираюсь давать вам ни секунды комфорта. И чтобы забрать у вас чувство всякого комфорта, я хочу пояснить. Порой я слышу мужчин, особенно мужчин, говорящих, «Ну, все мужчины борются с сексуальной аморальностью». Я хочу забрать у вас это оправдание. Это неправда. Каждый мужчина должен страшиться сексуальной распущенности. Все мужчины должны всегда бодрствовать на этом фронте. Но я хочу, чтобы вы знали, не каждый мужчина борется с этим. Вы должны осознавать это и не использовать как оправдание для своего личного греха. Вы скажете, «Это слишком тяжело. Это слишком правда». Мы все можем сражаться. И мы все сражаемся в некоторых областях. Но не думайте, что если вы сражаетесь в этих областях, то и все остальные тоже. Потому что это просто неправда. И Бог не собирается принимать оправдания от вашей плоти в этом. Есть сила над половой распущенностью. Есть сила. Вы представляете, насколько страшен этот грех? Если вы думаете, что он не страшен, то я посоветую вам поговорить с тремя людьми. С пасторами, с полицейскими и с юристами. Потому что они расскажут вам, что львиная доля преступлений и опасностей и иных ужасных вещей в этом мире вытекают прямиком из этого. Это так. И это не просто безобидный грешок. Это не просто точка зрения, что нам надо жить в абсолютно моральной свободе. Это убивает. И это разрушает более, чем кто-либо может подумать. И это не только уничтожает молодое поколение, это изничтожает поколения за поколениями и поколениями. И как я сказал это, я хочу дать небольшое основание терминам, которые мы часто используем. Например, блуд, сексуальная распущенность. Откуда пришло это слово? Что оно изначально значит? Это пришло из греческого слова порния, и я буду использовать определение, данное Лоэном Нида, экспертом по-греческому. Слово порния означает вовлеченность в сексуальное распутствие любого вида. И я хочу, чтобы вы уяснили, делание какого-либо небиблейского акта с другим человеком не имеет отличия от всех остальных актов. Потому что все это ввергает вас в нечестие, и вам надо увидеть это, чтобы вы не соскальзывали. Потому что грех половой распущенности начинается порой с чего-то весьма и весьма малого, ничтожная малость, но потом она приводит вас на самое дно ада. Это так. Я так часто слышу, этот человек впал. Честно говоря, я ни разу не видел, чтобы человек впадал, но видел, как соскальзывают через компромиссы, маленькие компромиссы, которые никто не видит. «Поэтому когда мы говорим о половой аморальности, мы говорим о парния, вовлеченности в любой вид половой аморальности. Часто в Новом Завете используется слово, применимое к проституции, но влекущее ряд смыслов, прелюбодеяние, проституция, порнография, гомосексуализм и любые другие мысли или действия, концепции и представления, которые противоречат слову Бога по отношению к нашим телам». Теперь, посмотрите на слово прелюбодеяние, ферникейшн. Что означает это слово? Это английское определение, потому что иногда слово «парния» переводится как ферникейшн, прелюбодеяние, что означает любую форму сексуальной активности за пределами таинства «брачных уз». Понятно? Теперь, слово «ферникейшн» пришло из латинского слова «форникс», и вы спросите, что оно значит? Это означает «сводчатый потолок». Вы скажете, а что тут общего у этих двух понятий? Это приводит к понятию «бордель», как «сводчатый» или «фигурный потолок» борделя. Теперь, что такое порнография? Порнография вышла из греческого слова «порнографос». Это означает «порне», что значит «проститутка», и «графос», что означает «записан». И буквально это означает «вести записи о проститутках» или «вести запись об эксплуатации проституток». В наш век, век видеокоммуникаций, это значение уже не только и не столько применимо к записям, как к фотографиям, видео и другим форматам медиа. И прежде чем мы продолжим, позвольте сказать, подавляющее большинство романов и новелл, которые читают люди, даже так называемые «люди из церкви», надлежало бы отнести к порнографии. И только потому, что там нет картинок, это не означает, что вы не во грехе. Это важно знать. Далее, сейчас я хочу пройти через ряд отрывков Библии и сопроводить это лишь малым пояснением, потому что большинство этих текстов говорят сами за себя. «И моя надежда, что Святой Дух сделает то, чего никто из людей сделать не может, что Он поселит в вашем сердце страх, великий страх к подобным вещам». Деяние 15, 19 и 20 стих. Тут говорится о собрании в Иерусалиме. О чем оно? О язычниках, которые обратились к Богу, и многие из иудеев пытались их обратить в иудейство и повернуть к закону, заставляя обрезываться. И вот апостолы, лидеры и пресвитеры встретились в Иерусалиме и приняли ряд постановлений. И что это за постановление? Они осудили блудное поведение, поставив его среди двух других вещей. Идолопоклонство и прием к пищу крови. И я хочу, чтобы вы подумали об этом немного перед тем, как мы прочитаем текст. Потому что порой нам помогает визуальная картинка. Тут три вещи, поставленные ряд друг с другом. То есть мы можем сказать, что в какой-то мере или хотя бы отчасти они равны. «Падете ли вы ниц перед идолом?» Баала. Вы делаете равнозначную вещь. Вы совершаете сексуально-аморальный поступок любого вида. Вы принимаете кровь. Это все язычество. Что ж, вы становитесь сопричастниками этому. И так же, когда вы вовлечены в половое распутство. В 15 главе с 19 по 20 стих сказано, «Посему я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлененной и крови». И мне всегда казалось, что какое-то легковесное постановление делает этот Иерусалимский собор. В смысле, когда мы говорим о современности, когда у нас есть полнота Божьего откровения в Новом Завете, где есть все заповеди и все постановления, данные в Писании, письмо, ушедшее к язычникам, какое? «Удерживайтесь от идолопоклонства, от крови и от блуда и половой распущенности». И как вывод, поступая так, хорошо сделаете, потому что из этих вещей, как минимум, из идолопоклонства и блудной распущенности, вытекает большинство остальных грехов. Далее, смотрите, что он говорит в 15 главе, 28 стихе. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, более всего необходимого». То есть, самого основного, самого необходимого. Когда мы говорим о необходимом, мы говорим о самом основном, не так ли? Самые основные постановления, фундаментальные постановления, даже можно сказать христианский букварь. Начальные шаги для христианской нравственности. Детские шаги. Если вы говорите с ребенком и скажете примерно так, «Я скажу тебе сейчас самую суть». Это основание того, что вы должны делать, чтобы воздерживались от идоложертвенного и крови и удавленены и блуда. И если вы удержите себя от этих вещей, и как вы видите, апостолы полагали, что это возможно, не так ли? И это возможно. Это более чем возможно. Это реально. И это заповедано, приказано. Тут говорится, «Соблюдая сие, хорошо сделаете». И если вы не удерживаетесь от этих вещей, если вы не достигли свободы от этих вещей, вы не хорошо делаете. Вы попросту делаете плохо. И я хочу отметить момент, который, я думаю, очень важен. Воздержание от блуда – это самый основной и фундаментальный аспект и основания христианской жизни. Содержание себя в чистоте от блудной нечистоты – это одна из самых важных и основных и фундаментальных вещей. «И если вы не владеете этим, то вы даже не встали, даже не достигли, даже не дотянулись до первого шага того, что означает быть зрелым христианином». Это звучит тяжело, но я должен донести это до вас, потому что мне больно и тошно от мужчин, которые ходят по всей стране и ноют о том, насколько силен этот грех, когда я знаю, что Бог дал нам власть над этим. И это неприемлемая вещь – думать, что ты, имея такие грехи, все еще остаешься христианином. Нет! Если ты делаешь это, ты даже не сделал первого шага в христианстве, ты даже не сделал детского шага в христианстве, и мне все равно, сколько книг ты прочитал и сколько богословских доктрин ты знаешь, и мне плевать, сколько мудрости по-твоему у тебя есть. Ты даже не притрагивался к зрелости. И это крайне важно понимать. Другой момент относительно этого. Половая распущенность – это двигатель и показатель уровня развращенности общества, превратности ума. Римлянам 1.24 «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Один из моментов, что мы видим в книге Римлянам в первой главе, мы видим не то, как люди впадают, или как общество впадает, мы видим, как они соскальзывают, соскальзывают. И если вы заметите, что когда говорится об обществе, которое предано превратному уму, то главное ударение ставится даже не на войнах, и даже не на воровстве, и даже не на убийствах. «Но какой самый яркий показатель? Половая аморальность, половая распущенность». Другая вещь, которая также весьма важна, это как спираль и как водоворот. И позвольте заверить вас, что наиболее извращенные и омерзительные вещи, которые приходят в голову человека, начинаются с вещей гораздо более простых, с чего-то малого. Но если человек отдает себя одному, то потом он отдает себя другому, и потом другому, и другому, и другому, и далее, пока его совесть не умрет. И это правда. И это то, почему особенно молодые люди должны хранить свои глаза, хранить свои глаза, хранить свои глаза, потому что глаза глаза на малом не остановятся. Однажды ты допускаешь что-то малое, и ты хочешь большего, потом еще большего, и еще большего, и те вещи, которые казались черными, уже не будут так черны, и ты будешь идти к более черным вещам. Вы обязаны осознавать это. И это подобно тому, когда я работал с наркоманами в Перу, да и здесь, в Штатах, в молодые годы моего христианства. Они всегда говорят, вся жизнь наркомана – это попытка достичь первой высоты. Это первые ощущения настолько приятные, что ты тратишь остаток жизни, чтобы ощутить это снова. Поэтому неважно, как сильно ты увеличиваешь дозу, этого не хватает, и ты пытаешься еще и еще, и уходишь глубже, пока не погибаешь. Теперь, другой момент, и это также важно понимать. Понятие «верующий» несовместимо ни с одним человеком, который исповедует Христа, но практикует половую распущенность любого вида. И слышать это очень тяжело, но послушайте 1 Коринфянам 5.11. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником». «С таким даже не есть вместе». Вот это заметка о церковной дисциплине. И тут не учится о том, что каждый, кто борется с половой распущенностью, должен быть наказан. Здесь говорится не об этом. Это адресовано тому, кто в этом борении отдает себя этому греху, и не кается, и не беспокоится, и продолжает жить вместе с этим, даже до бахвальства подобным грехом. Вот такого надо дисциплинировать. И опять-таки, человек в церкви, кто не подвергается дисциплине, потому что проявляет плоды обращения, но сражается в некоторых аспектах, и один из них – это сфера аморальности, то, я думаю, есть некоторые вещи, на которые надо взглянуть. Первое, как мы видели в книге «Деяний», не важно, кто он и сколько знает, он незрелый, не важно, что они думают, что они что-то знают, они не достигли и первой ступени христианской морали. Им никак нельзя доверять служение в церкви, пока они в борении с этим грехом. их никак нельзя ставить на какое-то служение в церкви, пока они в сражении с этим. Потому что как человека нельзя ставить пресвитером, если он не соответствует титул первой главе, или первому Тимофея 3 главе. Во-вторых, не рекомендуется тому, кто практикует это, консультировать хоть кого-нибудь, даже в простейших аспектах христианской веры. И еще раз, я знаю, что это звучит тяжело, но посмотрите, как это влияет на нас. Скажу ли я новообращенному человеку идти и консультировать других верующих? Ни в коем случае. Скажу ли я человеку борющимся с таким вот конкретным грехом, с любым его видом? Да, иди, наставляй людей, поделись своей мудростью. Нет! Нет! Он не должен делиться своей мудростью. Вы скажете, врач, исцели самого себя. Тебе надо принимать наставление, а не давать его. Надо расти, побеждать этот грех, пока он не будет побежден. И победа должна быть проверена временем, временем. Тот, кто привычно практикует любой вид полового нечестия, не наследует Царства Небесного. Вот то, что вам надо понимать. Мы ведь не говорим этих вещей больше, не так ли? Но Библия говорит постоянно. Я дам вам ряд стихов. И опять-таки, мы не говорим об истинном верующем, который сражается с этим грехом, который учится побеждать и в итоге побеждает. Мы говорим о том, кто никогда не идет путем, путем противостояния и борьбы с этим, у кого никогда нет прогресса в этом аспекте, и кто всегда порабощен этим до конца своих дней, и в итоге он отдает себя этому. Вот об этом Библия говорит в 1 Коринфянам 6.9. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует». Он называет их так, потому что они привычно практикуют эти вещи, привычно практикуют это. Галатам 5.21 «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, блуд, чувственность, Царствие Божие не наследуют». Блуд и чувственность. И здесь мне надо остановиться и сказать, то, что в церкви так много необращенных людей видно из их чувственности прямо в церкви. Бог не против красоты. Он не против изысканности. Он не против людей, демонстрирующих манеры и свой стиль в одежде, в словах или делах. И Бог не против этого, но чувственность Бог ненавидит. Ненавидит. И существует такая путаница между тем, что красиво, и я говорю не только о женщинах, но и о мужчинах, и тем, что чувственно. Нам не нужно быть ограниченными, как говорят некоторые. И нам нужно быть красивыми людьми, но чувственными никогда. И как путешествующему проповеднику мне порой страшно от того, мне надо молитвенно готовиться перед тем, как идти в некоторые церкви. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Также, Ефесянам 5 глава, 5-6 стихи, «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Посмотрите, как много раз Павел предупреждает нас и уверяет нас, чтобы никто не обманывался. «Ибо знайте, будьте уверены, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». И еще раз, «Никто да не обольщает вас пустыми словами». Вы знаете, что освящение – это синергичная работа. Есть то, что делает Бог, и есть то, как мы отвечаем на это. И у нас есть много великих обетований, что тот, кто начал в нас доброе дело, окончит его. И это не означает, что каждый из нас придет к финишу совершенным. Точнее, не один из нас. Во всяком случае, пока не получим прославленное состояние на небесах. Но вместе с тем, Библия учит, что во все дни жизни человека Бог будет работать в нем, если он истинный верующий, приводя его к большему освящению, приводя его к большему уподоблению Христу. Колоссянам 3.6. «За которое, то есть за блуд и за нечистоту, гнев Божий грядет на сынов противления». Это виды греха, сексуальные грехи, самые яркие характеристики сынов противления. И Бог справедлив, когда приходит на них с гневом. Откровение 21.7.8. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. У боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере огнено, участь в озере горящим огнем и серую». Это смерть вторая. Верующие, многие из них до того, как они уверовали, были скованы сексуальными грехами. Но когда они были обращены, эти оковы были сломаны. И, конечно, эта свобода сразу проявит себя. Иногда это освобождение моментально и окончательно, и больше нет с этим проблем. В иных случаях люди свободны силой Бога, им дана новая природа. Но порой, в некоторых моментах, им снова нужно бороться, противостоя привычкам плоти. Но! Они одержат победу! Я прихожу к убеждению более и более с годами, что мое призвание на этой земле не совершать какие-то большие дела в служении, «Но я нахожусь на земле для того, чтобы преодолеть недостатки моего характера. Я нахожусь на земле, чтобы преодолевать недостаток своего уподобления Иисусу Христу. И я убежден, что преодоление этих вещей абсолютно необходимо. Мы все направлены наружу, наружу, а не внутрь. Надо сделать это, надо сделать то, помочь тем людям, исправить этих, совершить столько всякой суеты, чтобы в итоге в собственном сердце услышать, «Врач, исцели самого себя». И если мы взглянем на грехи, которые хотят налипнуть на нашу жизнь, мы обязаны атаковать их, как атаковал Финиес, пронзить копьем его внутренность. И если ты ищешь святости, тебе не надо беспокоиться больше ни о чем. Бог будет использовать тебя. Бог будет использовать тебя, если ты святой, мужчина ты или женщина. Откровение 22, 14, 15. «Блаженны те, которые омыли свои одежды, соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами». Вот здесь мы видим, что вход через кровь агнца, вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. И вот раз за разом мы видим, что это одно и то же. Они никогда не рождались свыше. Они не имели новой природы. Они никогда не омывались кровью агнца. Они постоянно пребывали в практике своей нечистоты. Но это не то, что может делать верующий. Он не может быть в этом. Постоянно. Другой момент. Половая аморальность извращает ту цель, ради которой Бог сотворил тело. Послушайте, что сказано 1 Коринфянам 6, 13. «Пища для чрева и чрева для пищи». Да, пища для чрева. И желудок был сотворен для пищи. Он не был создан для бадминтона, или фигурного катания, или даже для мыслительной деятельности. И не для марафона. Желудок создан для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда. Оно никогда не было сотворено для этой цели. Совсем. Но для какой цели? Но для Господа. И Господь для тела. Быть вовлеченным в половую распущенность – это уничижить ту славную цель, для которой ваше тело было сотворено. И отдать себя, отдать свое тело самой отвратительной вещи, что можно представить. И тут мы видим коренное отличие от греческих представлений, от гностических идей, что тело изначально отдано злу, и поэтому не важно, что ты делаешь с телом. Мои дорогие друзья, это неправда. Это Бог сотворил тело, и Он сотворил его для Себя. И использовать его для иной цели, особенно для сексуальной аморальности – это извратить ту цель, для которой Бог дал вам тело. Также, сексуальная аморальность – это жестокое надругательство над телом. Это храм Святого Духа, место, где вселяется Христос. Это осквернение Божьего храма. 1 Коринфянам 6.15 «Разве не знаете, что тела ваши суть – члены Христовы, и так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?» Да не будет. 1 Коринфянам 6.19 «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои?» Позвольте дать вам иллюстрацию. Вы знаете, что если первосвященник был недолжным образом подготовлен к тому, чтобы войти в Святая Святых, это был как приговор к смерти. Вы ведь знаете это, не так ли? Самый леденящий кровь момент – раз в год войти в Святое Святых, и все должно быть сделано именно так, как желает Господь. И я даже не говорю о том, чтобы что-то вынести оттуда. Все обязано быть совершенным. И теперь прошу подумать о сексуальной аморальности, храме, вашем теле и Святом Духе. И это та иллюстрация, которая должна быть в вашем сознании. Представьте себе священника Левита, практикующего блуд с языческой проституткой в Святая Святых. Вы можете себе это представить? Нет, не можете. Что было бы? Нет, это немыслимо. И это немыслимо подумать, что идол стоит в Святая Святых, или то, что свиная кровь приносится в жертву и подобное. Но подумайте об этом! Это то, что делает человек. Это то, что верующий делает. Что за омерзительный, наглый, бесстыдный поступок по отношению ко Христу, который пребывает в вас. Вы видите, как ужасающе это. Вы не думаете, что это просто некий сделанный акт. Помните, что такое половая аморальность. Это включает в себя все эти вещи, все, что мы упомянули. Блудное поведение – это отвергание Божьего искупления нашего тела. 1 Коринфянам 6.20 «Ибо вы куплены дорогую цену, посему прославляете Бога в телах ваших». Нет. Нет. Мне плевать. Все равно, что я был куплен за цену. Да, мне все равно. Я делаю то, что я хочу делать. Вы скажете, брат Пол, ты говоришь это в такой гнусной манере. А это гнусная вещь. А что вы хотите от меня? Посвятить вам поэму? Я молюсь, чтобы Дух Божий отпечатал в сердце каждого из вас, насколько отвратительны, ужасны, мерзостны, подлые и извращенные эти грехи. Блутая аморальность – это категория «сама на себя». 1 Коринфянам 6.18 «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Я буду честен с вами. Полное понимание того, что говорит Павел, я думаю, тут ускользает. Потому что вы прочитаете самые лучшие и полные комментарии, и вы увидите, что авторы высказывают свои идеи и предположения, но никто не скажет наверняка, что имеет в виду Павел. Но мне кажется, Кальвин высказал идею, которая бьет в самую суть. Павел здесь показывает, насколько мы должны отвращаться блуда. Как бы ставя перед нами некий норматив или базовое нечестие, он в сравнении показывает, что этот грех, в отличие от других грехов, ставит печать бесчестия на все тело. И недостаточно ли уже знать это, и что бы его таким не делало, это не так важно. Ведь одно мы знаем наверняка, что сексуальная аморальность – это категория сама на себя, по отношению к нечестию и вредности. Другая вещь о блуде и аморальности. Гнев Божий на это выражен в том, что Бог убил 23 тысячи израильтян в один день за их блуд и аморальность. 1 Коринфянам 10.8 «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». И что остановило казнь? Финиес – один человек с копьем. Он взял его и пронзил внутренность их. Мужчины и женщины, послушайте меня. Наверное, были времена, когда подобные слова адресовались только мужчинам, но, кажется, сейчас женщины становятся такими же бесстыдными, как и мужчины. Есть только один путь победить блудный грех – это пронзить копьем его внутренность, без всякой милости. Порой мне кажется, и я точно знаю, что мы смотрим на израильтян, входящих в землю ханаанскую, и им было сказано – ни в чем не щадить эти языческие племена, которые приведут вас к поклонению иным богам. «Без пощады, никакого снисхождения». И это было написано для нас, и не для того, чтобы мы никому не навредили, потому что нам это говорит не о тех людях, живших там. Проблема не в этом. Здесь говорится о язычниках, в ваших собственных сердцах, что когда вы увидите что угодно, любого язычника, идущего через ваше сердце, любую языческую мысль, любую языческую идею, вы бы не дали пощады. Убейте его! Сотрите в порошок! Пробейте копьем его внутренности! Не терпите его! Будьте серьезны с собой. Разберитесь с этим. Как часто все эти вещи живут внутри нас, сплетаются в крепких объятиях и поют «Умбайя». Это не должно быть! Вы должны знать! Это мерзостно! И вам надо сражаться с этим! Это должно быть сделано, потому что дверь ко всем возможностям будет заперта, пока вы не разберетесь с этим. Блудная аморальность – это также уничижение других членов тела Христа, потому что вносит большой плач среди них. 2 Коринфянам 12, 21. «Я опасаюсь, это Павел говорит, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте блудодеяний и непотребстве, какое делали». Это говорит Павел, используя слова «я опасаюсь», и используя фразу «уничижил меня», и используя слово «оплакивать». Почему же? Потому что это так позорно для людей Божьих! Ты скажешь, «Но никто не знает, что я делаю!» Дурак! Такая глупость! Никто не знает, что ты делаешь! Церковь открыта не только людям! Она также открыта и ангелам! И они должны видеть благодать Божью и ликовать, и видеть великую силу Бога, явленную в вас. Но когда вы практикуете аморальность, «Когда кто угодно практикует аморальность, святые ангелы рыдают, и демоны хохочут». Прекратите это! Блуд и чувственность – это работа плоти. Это очевидно. Давайте прочитаем. Галатам 5.19. «Дела плоти известны. Они – суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, рас, переразногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Дела плоти – их более, чем мы порой осознаем. Поймите, одна из причин, почему так важно знать, кто ты есть во Христе, не только физически, но и через доктрину Возрождения, одна из причин, почему так важно понимать, что значит быть новой тварью – это когда какая-нибудь ложь, например, блудная аморальность, приступает к тебе. И когда какое-либо искушение встает перед тобою, если ты веришь в то, что ты все еще злое падшее творение, ты пожмешь плечами и скажешь, «Ну, что же я могу поделать?». Но когда ты осознаешь, что ты новое творение во Христе, ты смотришь на это и говоришь, «Это ложь, это не удовлетворит меня и не принесет мне радости. Если это нечистое войдет в мои уста, я выблюю это, если оно войдет в меня. Это в лучшем случае отравит меня, скрутит меня и разорвет на части. Я уже не такой. И у тебя и меня нет ничего общего. «Прочь от меня!» Ох уж все эти глупые проповедники, заявляющие, грех – это забавно. Ничего забавного тут нет. Ничего смешного тут нет. Это как одна капля яда на уста святого. Ничего забавного тут нет. Это даже не забавно иногда. Не покупайтесь на эту ложь. Меня трясет и тошнит, когда я слышу это. Иногда грех бывает забавным. Не для святых, когда вас наполняет рвота и нечистота. Это иногда забавно? А это то, что и есть грех. Для верующего ненавидьте это. Вы скажете, брат Пол, я никогда не слышал, чтобы ты вот так проповедовал, а другого вот такого греха нет. О нем надо говорить именно так. И опять-таки, перестаньте вы постоянно, постоянно хныкать. Возьмите этот грех и с силой Христа разберитесь с ним, зная, что твоя душа зависит от этого. Жизнь твоей жены, радость твоей жены, жизнь твоих детей зависит от этого. И если ты что-то сделаешь неправильно, ты потерпишь урон, но не такой сильный урон, а если ты впадешь в это. Дела плоти. Не плотские ли вы? Вы христиане. Вы были возрождены. Возрождены Святым Духом. Ходите в этом. Распознавайте ложь. Распознавайте ложь. И опять, блут и аморальность не должны даже упоминаться в церкви и уж, конечно, не практиковаться. Даже упоминать. И это страшно, что я в какой-то мере или степени напоминаю вам об этом, уча об этом. Это не должно даже упоминаться в церкви. Ефесянам 5.3. А блут и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Вы знаете, есть некоторые слова, которые не должны даже быть в обсуждении. Не должны даже. Знаете, вот вы представляете себе дьявола или сатану, и вам видится небольшой человечек в красных одеждах, с трезубцем среди скованных цепями, клевещущий на них и обвиняющий. А когда представляете святого, вам рисуется какой-то изнуренный монашек в рясе из католицизма. Что имеется в виду? Прилично святым. Вы, эти святые, что это случилось с некоторыми из вас, что вы влезаете в эту грязь. Вы святы. Вы святы. Вы святы. О, я хочу сказать вам по Ефесянам 5.3. А блут и всякая нечистота и любостяжание, они должны даже именоваться у вас как прилично святым. Я думаю, важно то, что блут и любостяжание поставлены здесь вместе. Мы так склонны не помнить, что Писание говорит, что любостяжатели также не наследуют Царство Небесного. Хочу озвучить несколько заметок, которые я записал. Прежде всего, говоря о нечистоте и любостяжании, нечистота – это физическая похоть, жадность – это материальная похоть. Они весьма похожи. Обе в основе имеют самолюбие. Да. Блудная аморальность и жадность или любостяжание в основе имеют себя любие. Обе характерны отсутствием любви к ближним. Я люблю меня более чем кого-либо еще. И когда я участвую в блуде аморальности, то меня мало волнует, что это значит для Бога. И меня мало волнует, что это значит для моих братьев и сестер во Христе. Меня мало волнует. Вы скажете, «Но я так слаб!» Просто прекрати это! Прекрати! Прекрати так говорить! «О, я так слаб!» Это не отговорка! И я не позволю вам думать, что это оправдание! Ты не слаб! Ты эгоист! Ты просто ставишь себя над волей Божьей! Нет ничего выше того, кого вы должны любить! Это все об эгоизме! Но как это, брат Пол? Эгоистично, забирая физическое удовольствие, без всякой отдачи взамен. Вот суть блуда и аморальности. А просмотр порнографии, я получаю удовольствие от этого человека и не даю ничего взамен. Блуд и аморальность, когда нет даже очевидного делания этого, я забираю удовольствие, не давая его обратно. Я забираю! Забираю! Я не даю! И полнота цели близких отношений между супругами – это попытка отдать друг другу. Блуд и аморальность – полная противоположность этому. Посмотрите, это как любостяжание – забрать материальные блага, не отдавая их, используя это для себя, для меня, для собственных целей, для своих выгод, и не задумываясь, что Бог дал мне это. Он доверил мне это, чтобы помочь ближним. Вы видите, это одно и то же, и вот почему они поставлены вместе. Одно и то же. Верующие должны себя умертвить для всех форм аморальности. Колоссянам 3.5 «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». И мы видим снова. Блуд и нечистота, любостяжание, идолослужение. Умертвить. Умертвить. Некоторые люди цитируют этот текст, говоря, «Павел заявляет, что я распят для мира, и мир распят для меня». А что это значит? Он говорит, когда я смотрю на мир, для меня он как мертвый, гниющий труп. И когда мир смотрит на меня, он видит то же самое. Мир не желает меня. И я не желаю его. Я видел фильм много лет назад, когда был мальчишкой. Не помню, как назывался он, какая-то фантастика. Главный герой родился деформированным, словно старик, и какие-то штуки лезли из его головы и все такое. И где бы он ни появлялся, он пугал людей. Он жил в смущении, в отчаянии. И вот его посадили в ракету и отправили. Он сам не знал куда. И вот он прилетает на какую-то космическую станцию, его капсула открывается, он со страхом озирается. И вдруг он видит вокруг людей, которые такие же, как он сам. И он слышит двух девушек, которые так же выглядят, как одна другой шепчет, «О, он милашка». И потом он замечает другого парня, нормального парня, который ходит весь в смятении, и его потом сажают и отправляют на землю. Понимаете, о чем я? В таком же плане должно быть между нами и миром. Мы смотрим на мир. Это гниющее тухлое месиво в грязных одеждах. И мы не желаем его. И когда мир смотрит на нас, глупцы, глупцы гоняются за призраками. Люди недостойные быть живыми. И не должно быть даже намека на комплимент между нами. Приговорите себя к смерти для этого. Умертвите. Блуд и аморальность идут вопреки всему учению, и тем более по отношению к учению Евангелия. 1 Тимофей 1-9. Знаю, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которая мне вверена. О чем Евангелие? О чистоте, любви. О чем аморальность? О грязи, эгоизме и самолюбии. И вот еще другой момент. Блутая аморальность делает нас гражданами Содома и Гоморры, а совсем не небесного Иерусалима. Иуды, седьмой стих. «Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставленных в пример, когда верующие участвуют в любой форме блуда и аморальности, даже скрытно, но это совсем не скрыто, от духовного мира. Вы можете представить насмешки и хохот демонических сил? О, один из детей Божих уподобился одному из нас! Такое впечатление, что он из нашего города, из нашего стана, он от нашего Отца. Мы ведь не хотим этого. И мы не должны хотеть этого. Ради чести и славы Божьей. Наконец, Христос будет судить блуд и аморальность в церкви. Откровение 2.12. «И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Покайся, а если не так, то скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Мы видим суд на церковь в Асии. И снова в Откровении 2.18.23. «И ангелу феотирской церкви напиши, так говорит сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавеле, называющей себя пророчицу, учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть идоложертвенная. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Когда я слышу о движении Божьем в церквях в Америке, когда слышу слова «О, точно Божье присутствие на этом месте», я знаю, что во множестве случаев это фикция, ложная и худшего сорта. Потому что если бы Бог был бы среди церкви, на этих местах, такой, как Он есть, как Он заявляет о себе в книге Деяний в ранний период, то люди бы умирали повсюду. Умирали бы повсюду. Теперь, после недели проповедования, вы можете подумать, что некий ужас сошел на меня этим вечером. Но не в этом дело. Есть только одна манера, в которой можно говорить о подобных вещах – со страхом. И есть одна манера обращения с этим – со страхом. Вы должны накрепко уяснить это, молодые люди, пожилые люди, юные леди, пожилые леди, всем вам. Надо накрепко это усвоить, не принимая любую форму или вид этого. И знайте, то, что называлось порнографией еще 30 лет назад, уже не называется порнографией сегодня. Будьте очень осторожны с этой сферой, что кажется не столь уж темной. Знаменитый фильм с единственной сценой о моральности. Что вы скажете? И для вас, молодежь, я хочу сказать, я не видел именно вас, если бы видел, я бы сказал это, но я вижу это в вашем поколении, и это ужасает меня. Я вижу молодых парней и девушек, которые идут в семинарию, в библейский колледж, которые, кажется, любят Бога, и читают хорошие книги, они читают Спролла, Макартура, Пайпера и подобных авторов, которые говорят о пуританах, и через секунду могут переключиться на обсуждение фильма, который в моем поколении и неверующие люди не пошли бы смотреть. Будьте крайне осторожны. Я скажу вам так, вы действительно хотите знать силу Бога? Я не говорю о всяких милых историях, я не говорю о законничестве. Я и не думаю о законе, когда хожу по этой земле. Знаете, о чем я думаю? Есть личность, которая обитает во мне. И он не изображается как бык, или носорог, или слон, хотя он тот, кто сильнее, гораздо сильнее, чем все они. Личность во мне называется Дух Святой. И он изображается как голубь, которого легко оскорбить и легко угасить. Будьте осторожны. Это не о соблюдении правил. Это о том, чтобы не оскорбить личность, живущую в вас и в церкви. И по отдельности, и как община, мы обязаны быть чистыми. Я не стою здесь с выставленным пальцем, тыкая прямо в вас. Я не делаю этого. У вас достаточно работы с этим, так же и у меня. Примите это в сердце. Задумайтесь глубоко. Не очень милая проповедь сегодня, но абсолютно необходимая в этом злом и темном веке, в котором мы живем. Помолимся. Отче, я прихожу к Тебе во имя Твоего Сына. И я молю, дорогой Боже. О, Боже! Как страшно! О, всели в нас страх, чтобы мы ужасались этого. Дай нам увидеть нужду, Господи, быть чистым народом, любящим народом. Дай нам увидеть, Господи, что чистота – это одно из величайших проявлений любви. Дай нам быть чистым народом, Господи, святым, ибо Ты свят. Господи, я прошу не только за это собрание. Пусть чистота будет превыше всего. Во имя Иисуса. Аминь. ГРУСТВЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...